Несмотря на хмурое небо и прочую гадость, которая с него летит и льется сегодня... Это всего лишь снег с дождем. Это аж 2О. Гадости не было. Ты живешь благодаря этому. Друзья, несмотря на все это, улыбайтесь. Улыбайтесь себе и друг другу. Ведь сегодня всемирный день улыбки и посовмятилистый день создания всем известного смайлика. 17.30 на часах и программа 3 в квадрате захватывает эфир большого радио и захватит его на полтора часа. С улыбкой на лицах для вас сегодня работает Ольга Христинина. А, это правда? Всем здравствуйте. Петр Болочев. Добрый вечер. Алексей Марин улыбается краешком рта за режиссерским пультом. Меня зовут Максим Жаравин. Я напоминаю вам, что поделиться улыбкой своей и заодно мнением о том, что происходит в новостной повестке, можно позвонив по телефону 450945, либо написав нам сообщение в любой мессенджер на номер 8921-045-1045. Ну и важнейшая, наверное, для кого-то новость сегодняшнего дня. Городу Мурманску 108 лет исполнилось. Поздравляем. Поздравляем, присоединяемся к поздравлениям. Поздравили сегодня уже много кто и еще много кто поздравит завтра, я думаю. Официальная дата основания считается 4 октября 1916 года. Тогда на невысоком холме, где сейчас располагается Мурманский областной дворец культуры и народного творчества имени Сергея Мироновича Кирова, состоялась торжественная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского. Мурманск стал последним городом, основанным в Российской империи. Сегодня в Мурманске проживают около 260 тысяч человек. За всю историю современной России, это, правда, самый низкий показатель, население начало стремительно сокращаться с 1991 года, когда его численно достигало примерно 470 тысяч человек. Несмотря на это, город так или иначе развивается, реализуются разные крупные проекты, с каждым годом растет и популярность, приезжает много туристов, становится, в общем, краше и лучше жить, просторнее. Вот просторнее как раз не становится. Как человек немножко знакомый с историей нашего города, в эту пламенную речь не могу не внести пару коррективов. Так, супер. Ну, да, приходится признать, что официальные даты считаются 4 октября 2016 года. Но уже устал я, да не только я, от фразы о том, что Мурманск это последний город, основанный в Российской империи. Так, не уставайте, Петр. Статус города Мурманск получил 4, извините, 6 апреля 1919 года. Он был указом правительства Северной области, поименован безуездным городом Мурманск. А уездным городом тогда был Александровск, ныне Полярный. Основан был при Российской империи поселок, романов на Мурманске, но никак не город. Вот. Ну, хочется нам быть старше, Бог с нами. Слушайте, ну, я помню... Я когда в школе учился, я тоже хотел быть старше, но вот 108 лет уже как-то можно и нам, наоборот, омолодиться на 2,5 года. Слушайте, ну, я помню, как у нас Северный флот к своей истории плюс 200 лет прибавил ничего, никого не смутило, отмечают они там сейчас. А в этом смысле один банк есть очень хороший у нас в Российской Федерации. Он, когда должен показать свою древность и солидность, он говорит, что мы существуем с 1841 года. А когда заплатить по долгам вкладчиков, нет, мы новый банк, мы к этому не имеем никакого отношения. Я думаю, все поняли, о каком банке. Нет, нет, что вы. А что вы сейчас имеете в виду, господа? На празднование пойдете завтра на 5 углов? Да? Да? Нет, не знаю. Я, например, планирую работать, и поэтому, скорее всего, до 5 углов не доберусь. Но там, говорят, такая погода тоже будет. Ты вот прям так начал, что вот сразу я прям планирую работать и все сразу обрубил. Я вот планирую праздновать, но буду работать. Но буду работать, понятно. Ну и немножко, коль уж заговорили про... Я никто не спрашиваю. А мы знаем, что вы пойдете. Мы знаем, что вы пойдете. О, изменили сразу глаза. Вот поэтому, все, кто нас слушает, я каждый раз говорю, обязательно смотрите прямую трансляцию bigdefisradio.ru, и вы увидите то, что остается за нашими глазами. Тут со всех ракурсов можно рассмотреть. С трех камер, буквально. Все малейшие подрагивания рта, уголка рта Алексея Марина, например, в том числе попытаться увидеть можно. И вот эти глаза Петра Болочева, когда да, вы пойдете, мы знаем, и сразу оп. Ну, пойдете? Откуда же вы это узнали? Я чувствую. Я пойду на кухню и буду праздновать там. Ну, в целом, в каком-то смысле. Немножко новостей про Мурманск и Мурманскую область. Коль уж заговорили, численность населения Мурманской области с начала года вновь уменьшилась. На этот раз почти на 3000 человек. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? По данному, 1 августа 2004 года численность населения региона составила 653 тысячи человек. С начала года она уменьшилась на 2,9 тысячи. Это примерно полпроцента. Всего за 7 месяцев в регионе родились 3500 детей. Это на 179 меньше прошлогоднего показателя. Число умерших, ну, тоже, в общем-то, сократилось. В январе-июле 23 года скончались 4813 человек. А в этом, за первые полгода этого года, 4707. Не поймите за неуместную шутку, но вот некому умирать уже. Все, кто мог, уже умерли или уехали. Поэтому число умерших сократилось. Всего за 7 месяцев текущего года в Мурманскую область приехали 14258 человек. А уехали 15444. Таким образом, отток населения составил 1186 человек. В частности, из других регионов приехали почти 9500 человек. При этом в другие регионы уехали практически 11000. Внутри региональная миграция составила 3620 человек. Из рубежа приехали 1144 человека. При этом регион за границу перебрались 1024. Ну и так немножко про семьи. У нас тут год семьи, и мы периодически любим эту тему поднимать. За 7 месяцев текущего года в регионе было заключено 2595 браков. Это на 100 меньше прошлогоднего показателя. Но возросло количество разводов с 2075 до 2175 штук. Не могу не поделиться с радиосуществами тем приятным фактом, что в первую цифру Максим Жеравин внес свой вклад, а во вторую нет. Я надеюсь, не внесет. Будем стараться, Петр Андреевич. Будем стараться. Надо говорить, оправдаю доверие. Оправдаю ли я ваше доверие, мы узнаем попозже немножко. Лет через 40. Ну, когда будем 188-летие Петра Болычева праздновать тогда, и посмотрим. Ой, у меня от ваших разговоров сразу спина заболела. А что такое? Ну, это личное вообще. Кто женится, кто не женится, кто в какой категории. Вот зачем это? А категория чего? А категория вот этих вот, ну, то, что мы перечислили. Вот курятины бывают разные категории, а тут я не понял, вы же человек. Да это все понятно. А может быть, Максима слушали какие-то юные слушательницы, на что-то надеялись, а вы взяли и сейчас хлопали. Порушили. Добрую половину, да, фанат как отмельник. Сказала Ольга, которая в первую половину года примерно сватала меня всем радиослушателям, а потом выяснилось, что как бы вот неактуально. А ты же скрывал об этом. Я хотел устроить сюрприз. Те, кому надо, те знали. Все правильно. Средняя зарплата наша любимая в Мурманской области выросла до 112 тысяч рублей. Ура! У кого? Ну, видимо, у Петра, раз он кричит, ура. Да, потому что, ну, опять не у меня. Ну, что ж такое? Петр, человек свободный от зарплаты. И это очень удобно. Меня это не угнетает. А меня угнетает, потому что эта зарплата свободна от меня. Почему мы с ней не пересекаемся? Вот это и называется жить в свободной России. С самого-то деле. Средняя номинальная начисленная заработная плата в январе-июле 2024 года в Мурманской области составила 112 тысяч 36 рублей. Это на более чем на 17 процентов больше, чем за 7 месяцев прошлого года. В частности, в июле 2023 года средняя зарплата, например, составляла 97 с половиной тысяч рублей, а в июле этого года уже 114 с половиной тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой отраслью в регионе является рыболовство и рыбоводство. Там получают в среднем 231 тысячу рублей в месяц. На втором месте это деятельность водного транспорта с зарплатой в среднем в 212 тысяч рублей. Третьим стала добыча полезных ископаемых 163 тысячи рублей. Ну и при этом отмечается, по данным Бурманск-стата, нашего дорогого и любимого, реальная начисленная зарплата выросла за год на 7 процентов. Мне не нравятся эти новости. Не нравится? Не нравится. У меня нет ни в одном списке, понимаешь? У меня никто не родился, я никуда не приехала, ко мне никто не приехал. Я не вышла замуж, я не развелась, у меня не увеличилась зарплата. Люди, у которых вот это все происходит, почему я не вхожу... Отзовитесь гордиться. Самое время сватать Ольгу, я так понимаю, да? Почему я не вхожу ни в один список? Вот такое ощущение, читаете новости в Мурманске... Жизнь проходит мимо. Да, вот у меня такое ощущение, что жизнь проходит мимо, в прямом смысле слова. Хотя я вот прямо в самом центре событий, понимаешь? Я вот в том самом... Господи, хотела сказать дитару, но в том самом... Простите, эти оговорки по Фрейду. Работающий пласт, понимаешь? В СМИ, да, правда, правда. Вот это все... А как-то это все... Двигатель российской экономики. Практически. Плачу коммуналку, налоги на все свете, понимаешь? И где-то ни в одном списке меня нет. А люди в погонах платят налоги? Все люди... А мы уже обсуждали это. Я просто вот как-то не запомнил. Вы меня сейчас в ступор поставили. Все люди платят налоги. Да? Неожиданно. А при чем здесь это? Ну, вообще-то налоги платят. И коммуналку все платят. Нет, коммуналка, понятное дело. Это добропорядочный гражданин Российской Федерации. Большое радио утверждает, платят налоги. Я почему-то считал, что вот люди в погонах у нас освобождены от налогов. Возможно, это должно стоять новой депутатской инициативой. Я тоже думаю. Идите, мы за вас проголосуем. Вы свободный человек, у вас времени свободного много, мы будем за вас голосовать. Я женатый человек. Вы только что заявили, что вы свободны. Я сказал-то вы. Ах, как быстро вы переобуваетесь. Много возможностей в этой свободной стране, правда? Хочешь, будь свободен. Не хочешь, не будь свободен. Хочешь, халвоешь. Хочешь, прядь. Бухгалив, какие-то 30 секунд. Понятие свободы, оно как бы с какой стороны? Есть настроение, получаешь 50 тысяч рублей. Нет настроения, 250. Ну или наоборот, тут кому что-то ближе. Хочешь, платишь налоги. Хочешь, платишь коммуналку. Это же опять-таки свобода выбора. Хочешь, не хочешь, а плачешь. Хочешь что-нибудь, да кому-нибудь, да куда-нибудь. Новая архитектурно-художественная подсветка загорится на Мурманской телебашне сегодня вечером. Уже вот буквально в 18.30 это произойдет. Это подарок РТПЦ Мурманску на 108-летие с момента основания. Предыдущая подсветка башни работала с 2016 года. Из-за длительного срока эксплуатации, который составил более 7 лет в экстремальных погодных условиях Крайнего Севера, световое оборудование постепенно выходило из строя. В центре подсветка состоит из 9340 пиксельных светильников, расположенных гирляндами по всей высоте и 12 прожекторов. В результате модернизации количество пикселей увеличится в три раза. На высоте 140, 148 и 180 метров будут смонтированы медиакольца. Также добавился метеофасад на высоте от 72 до 88 метров. На нем можно будет выполнять различные надписи, изображения, символы и даже запускать видеоролики. Универсальная система управления дает возможность менять цвет каждого пикселя, создавать динамический эффект, реализовывать оригинальные тематические сценарии. Напомним, Мурманская телебашня работает с 1957 года. Она обеспечивает цифровым эфирным телевещанием и FM-радиовещанием практически всю территорию нашей области. А сейчас Максим Журавин сдаст экспресс-тест. Как расшифровывается аббревиатура РТПЦ? Радиотелевизионный передающий центр. Браво! Как-то так, да? Отлично. Я так и знала, что Петр Болычев задаст этот вопрос. Но знаете, что меня удивило в этой новости? Как лихо связали то, что предыдущая подсветка уже выходила из строя. С подарком. В качестве подарка, да. Знаете, такое ощущение, когда тебе в детстве дарили, что-то покупали? Но это на Новый год. Да, но это вот тебе, да. Ну так уж и скажите, что нужно было все менять. Я думаю, слушайте, вот обычно я с негативом выступаю. Нет, это не с негативом. Нет, Оля делает это с улыбкой. Да, ну просто вот такое ощущение, вроде как бы подарок, но не подарок. Ну что-то вот. А были же там, да, и новости, что и объявляли госзакупку, сколько-то миллионов будет стоить все эти работы. Это же не просто провести, это все надо было выключить, ну, вещание. Снять ее оттуда, потом смонтировать. Это громадная техническая работа. Там и программное обеспечение, наверное, тоже какое-то специфическое потребовалось с учетом новых возможностей. Естественно, и все же нужно было прошить все протоколы, обязательно все это вывести шлейфами. Там, там, там. Слушайте, хорошая новость, ну правда. Хорошая, я же не говорю, что плохая, просто... Действительно совпадает с днем рождения города. Вот, я вот обычно люблю по... Занудствовать. Ну да. Я продолжу за вас. Понегативить. А тут вот я вот всецело за. Приятно, иногда вот посмотришь, о, горит, переливается огоньками. Красота. Красота. Много откуда видно. Да. Нет, эта новость хорошая, посмотрим, как это будет. Я думаю, должно быть красиво. А я добавлю. Следующая новость тоже хорошая. Да, она отличная, но прежде чем до нее дойдем, я немножко позанудствую. Я просто помню, когда поставили первую подсветку в 2016 году, и предполагалось, что она будет светить круглосуточно. И какое-то время она действительно светила круглосуточно. Но потом на портале «Открытый электронный регион», это у нас сайт при правительстве, на котором публикуются различные законопроекты, а также инициативы и опросы там проводятся. И там, собственно, появилась инициатива, скорее всего, от кого-то из представителей, кто работает в администрации Мудманской области, что посветило и хватит. Это все, конечно, красиво и хорошо, но электричество дорогое. Поэтому давайте-ка все-таки... режим, так сказать, работы этой подсветки, она вот, по-моему, перестала вот с тех пор светить круглые сутки, а светит теперь, собственно, только прям в явно темное время. А вот скажите мне, я серьезно спрашиваю, а в полярный день она тоже светит? Я, честно говоря, не проверял. И, наверное, учитывая, что там светодиоды, и, наверное, в полярный день, даже если она светит, то это проблематично увидеть, скорее всего, только под каким-то определенным углом, либо надо подойти к ней непосредственно вплотную. Поэтому... А, знаете, я сейчас вас слушаю и думаю, я когда была маленькая-маленькая, было это... Да вы сейчас небольшая. Несколько тысяч лет назад, я помню, мы идем с папой, а папа у меня на Северном флоте служил в такой военной черной форме, в шинели, зима, где-то ближе к декабрю, почему-то мы несем апельсины, где их папа раздобыл, я не знаю. Я вижу вот эти вот огонечки, вот они еще были редкими огонечками на этой вышке ярко-красной, и я папу спрашиваю, а что это? А папа мне говорит, там радио, телевизион, и я говорю, вот бы вырасти и работать там. Понимаете, да, почему я сейчас у меня большого радио? А у меня вот просто вопрос возник быстрее, чем Ольга рассказала, я вот в Бурманске-то всего ничего, сколько уж... Понаяхали. Понаяхавши, да, 16 лет живу, а раньше, там, в советское время, они тоже была подсветка? Нет, подсветки не было, но были навигационные огни для самолетов, красные просто. Красные, да. То есть как такового ничего вот этого... Нет, такой красноты не было. Была цепочка красных огней, которые обозначали контур самой вышки и, естественно, крайнюю верхнюю точку. Перейдем к прекрасной новости, которую уже успел анонсировать Петр. Петр в Госдуме опять, снова предложили ввести налог... Я бы сказал, в третий раз за минувший календарный год. Серьезно, я посмотрел. Нет, так и есть. Третий раз... То есть берем измором, так сказать. Ввести налог для бездетных. Потрясающе. Хотел я, так сказать, завершить предложение, чтобы радиослушатели поняли, что собираются снова сделать в Госдуме. Россия нуждается в введении налога для бездетных... Я нуждается. Нуждается. Граждан. По крайней мере, в этом убежден член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить волна негодования. Далее цитата. Конечно, будут лупить. А как же? Либералы первые со свистом. Да мне, Фиолетово. Что от мужика в этой жизни остается? Первое имя, второе дети, заявил Гурулев. Он также подчеркнул, что не преследует цели обидеть россиян, которые не хотят иметь детей. Парламентарий вспомнил, как в советское время сам платил налог на бездетность до того, как стал отцом. И отметил, что не испытывал по этому поводу никаких негативных эмоций. Оля, сжало просто. У вас какие-то эмоции, Оля, чувствую? Сжало губы, зубы и кулакин. Давайте уже. Да ну что это такое, господа. Особенно вот эта вот фраза. Ну, бог с ним, что ему Фиолетово. Хорошо, депутаты. Он генерал, а не просто депутат. Естественно, конечно, все понятно. Он хотел сказать по-другому, вспомнил слово Фиолетово, все ясно. Уже хорошо. Что от мужика в этой жизни остается? Первое имя, второе дети. Вот такое ощущение, что каждый второй мужик, это цитата, у нас, значит, какой-то дворянин. С именем. Нам нужно сохранить фамилию детей. Вы видели, сколько у нас статистика по алиментам, да? Там сумасшедшее количество мужиков, не платящих и всего остального. И они все за фамилию и за имя. Так там нету, понимаешь, там нету строчки алименты и деньги. Там есть и химия, и дети. А еще у нас есть время прерваться на рекламу. И выдохнуть в это время, да. Друзья, если вы еще этого не сделали, не вняли совет Ольги Христининой, включайте прямую трансляцию нашего эфира на сайте bigdefenseradio.ru, либо в группе ВКонтакте, потому что жара. Жара происходит у нас. Просто смотрите на это. Да, достаточно, говорит, с одной картинки. По непонятной совершенно причине мать четырех детей ополчилась на налог на бездетных, которого, во-первых, нет. Еще пока. О нем она не знает ничего абсолютно, как мы выяснили во время рекламы. Слава богу. Но она категорически против. Это объяснимо. Во-первых, подождите, нас хотят взять измором. Измором. Это однозначно, потому что это действительно уже не первая, даже не вторая. А у нас это каково, ведущих три в квадрате? Всех россиян хотят вот этим законом взять измором, этим налогом. Это однозначно. Во-вторых, мне непонятно. Я же вам за эфиром сказала во время рекламы. Как мы будем отделять зерна от плевел? Есть те, кто не хочет, чтобы у них были дети. Есть те, кто не может родить ребенка. У нас действительно стоит определенная физиологическая, врачебная проблема с репродукцией. Это не секрет уже нет. Оля, я вам сейчас все объясню. Как только мы процитируем инициативу и отношения Виталия Милонова, но сначала Олега. Да, наши слушатели присоединяются к разговору. Спасибо, что вы пишете. Успокаивайте меня, бога ради. 8-9-2-1-0-45-10-45. Олег пишет нам, цитата. Не товарищ Гурулев, может Ивановых, Тимуров больше потрясти, глядишь, и деньги найдутся. На сирот и детские дома. Правильно понимаю, на это на деньги. Уже трясут, если не ошибаюсь. Коллега Андрея Гурулева, Виталий Милонов, высказался об идее вернуть в Россию налог на бездетность. Причем, в отличие от господина Гурулева, который сидит в комитете по обороне. И которому все фиолетово. Виталий Милонов работает в профиле в комитете. Собственно, идея вернуть в Россию налог на бездетность не новая. Она появляется каждые полгода. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он поделился своим мнением с лентой РУ. Далее цитата. В комитете, который отвечает за вопросы как раз семьи, там, где я зампредседателем, мы этот вопрос, знаете, как-то уже и не рассматриваем, потому что уже несколько раз возвращались к нему. Ну, нету зависимости между налогом и рождением детей. Повышением индексов фертильности. Нету взаимосвязи, сказал Милонов. Парламентарий отметил, что налог был введен в позднее советское время, когда снизилась рождаемость и не привел никакому результату. Далее цитата. Конечно, этот налог мог бы выполнить функцию какую-то стимулирующую, но он не выполнит, к сожалению. Вопрос рождения детей – это вопрос ценностей, которые есть у их родителей. Нету ценностей, ни налоги не помогут, ничего не поможет. Людям же стыдно признаваться, что они детей не заводят, потому что эгоисты. Они всегда находят повод. Есть желание иметь детей, и люди будут иметь детей, потому что понимают, что это высшая ценность и истинное счастье, сказал Милонов. А вот теперь для вас, Ольга, и для слушателей, которые не достали Советский Союз, а также отдельно для депутата Милонова, маленькая историческая справочка. Дело в том, что Виталий ошибается, говоря о том, что налог на бездетность был введен в позднее советское время. Он был введен в ноябре 1941 года и неоднократно подтверждался указами президента Верховного Совета. Отменен он был с 1 января 1992 года, когда у нас стала свободная Россия. Россия стала свободной, и россияне стали свободными от налога на бездетность. Он составлял 6%. От зарплаты, да? Ну, естественно, от чего? И каждый месяц, вы говорите? Да, каждый месяц. Крестьяне, правда, колхозники, ну, в, господи, в сталинское время, они платили налог по другой ставке и ежегодно. Ну, вот с крестьян вообще ежегодно у них был другой, так сказать, принцип оплаты налогов. Ну, так вот, 6% платили его мужчины и женщины с 20 лет, но там были разные льготы для женщин. Например, если женщина вышла замуж, то в течение года она не платит. Ну, видимо, те, кто вставлено налоги, они понимали, что нельзя выйти замуж на следующий день родить. То есть можно, но не всегда. А ставка одинаковая была? Для мужчин и женщин, да. Ну, правда, вот меня удивило, я, честно говоря, заглянул в электрический интернет, чтобы освежить память. Вот там утверждают, что у вас 20 лет. Я помню, что когда мне исполнилось 18, меня на следующий день взяли. Даже 9 месяцев не подождали. Подождите, а у вас уже работа была 18 лет? То есть они с чего изымали? Ну, естественно, я вот неподалеку работал, у дневного и волна. А если бы вы не работали, то без разницы, все равно есть налог, и ты должен его заплатить? Нет, 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 только с дохода его можно платить. Только с дохода. Студенты до 25 лет освобождались от уплана налога на бездетность. Ну, называли его, извините уж, ну, в народе налог на яйца. Хорошо, а если вот семья, да, ну, официально? Ну, я же сказал, вот, поженились, год не платите. А потом, если нет детей, то платят и супруг, и супруга. Ну, естественно. Но тут вот такой момент совсем неделикатный. Но я бы не сказал, что советская власть особой деликатностью отличилась. Вот, естественно, даже власть понимала, что не все могут иметь детей по состоянию здоровья. Надо было принести справку в бухгалтерию о том, что ты не в состоянии иметь детей. Многие этого не делали, потому что, извините, нет. Нет, ну, это же вся контора, вы знаете, бухгалтерия, место хранения тайн. Конечно. Вот, поэтому люди знали, пытались лечиться, но платили. На этой деликатной, сложной теме подойдем, подошли мы уже к музыкальной паузе. Самое время рассказать вам чудесную историю. Про чирикать я вам сказал. В день рождения Мурманска хочется послушать что-нибудь с заполярными корнями. Год назад мне довелось работать над проектом «Контакт», в основе которого лежит серия аудиогидов про Мурманск. Один из них был как раз посвящен музыке. А точнее, музыкантам и песням, которые что-то связывают с нашим городом. Занимаясь этой темой, я открыл для себя просто какое-то невероятное количество людей, которые приезжали сюда за вдохновением, либо с концертами, которые жили тут, писали про Мурманск и Север. Все они в разной степени известности, конечно. Одни регулярно мелькают в телевизоре, другие стали культурным достоянием наших столиц, третьи превратились в андеграунд-слой, изучат в наушниках уж сильно небольшого количества людей. Этот мурманский парень подарил голос известной группе Nottebird. Он печально и протяжно вдыхает слушателя великую русскую тоску своими напевами, которые уносят куда-то высоко в холодное северное небо парить вместе с кольскими чайками. Песни этой группы больше похожи на мантры, замешанные на прогрессивном роке, дарк-джазе и даже русских романцах. Я говорю про Виктора Скорбенко, известного также по проектам «Деревянные киты», «Ацетота», «Корабль скорби» и другие. Он родился в Мурманске в 92-м году и учился, кстати, здесь у нас в колледже искусств на трубе играл. В 2020 году вышел трибют-альбом под названием «Территория ДДТ». Это сборник песен от разных групп и исполнителей, которые записаны как дань уважения ветеранам российской рок-сцены. В него вошли 48 треков и одну из композиций, а именно «Летели облака» и «Сболнь» исполнила группа Nottebird. Давайте послушаем ее прямо сейчас на Большом радио. 45-09-45, телефон для ваших звонков. 8-9-1-0-45-10, 45, телефон для ваших сообщений. Мы продолжаем обсуждать новости. В Госдуму внесут законопроект о праве учителей требовать компенсацию морального вреда. По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышева, автора законопроекта, риск посягательства на честь и достоинство педагогов возрастает в среде с более доступным образованием, с активным применением электронного обучения и дистанционных технологий. Тут вот он высказался как-то не очень понятно. Не очень понятно, согласен. А я сейчас вам поясню. Это касается поведения учеников, в том числе детей, которые иногда не говорят по-русски, ведут себя неприемлемо, но учитель не может никак этому противостоять. Учителя сталкиваются с хамством родителей. Именно учителя оказываются крайними в случае возникновения конфликтных ситуаций с администрациями школ, заявил Чернышев. Он также уточнил, что в российских СМИ приводятся примеры вмешательства в личную жизнь учителей, попыток осуждения их интересов и действий, когда они не носят противоправный характер и необусловленной педагогической деятельностью. Я думаю, что очередной пример того, как журналисты спеша поделиться новостью смешали все в кучу, потому что тут явно несколько слоев. Мы понимаем последний абзац четко о чем это. Когда вот эти вот скандалы, что учительница снялась в купальнике, выложила в своем профиле в соцсетях, и любопытные родители это нашли. Это те самые любопытные родители, которые в Сочи летом, конечно же, ходят в махровых халатах. Вот они прям сидят, и простынка еще сверху заворачивается, чтобы никто, не дай бог, ничего не видеть. Ценности, Оля, ценности. Конечно. Хамство родителей тоже совершенно понятно. Я в школе сто лет не был, но, слава богу, читаю, с людьми разговариваю, и знаю, как на самом деле люди перестали воспринимать учителя как учителя, как, ну, знаете, с большой буквы нужно написать, уважение. Авторитеты субординации. Абсолютно отсутствуют. И к этому приложило руку, между прочим, государство, которое стало говорить об образовательных услугах. А если ты оказываешь услуги, ты услужающий, как официант. А у нас же еще при проклятом царизме, эй, человек, это не гордо звучит, это официант так зовут, пренебрежительный. Точно так же относится теперь к педагогам. Вот все это, такой подарок от фракции ЛДПР, как я понимаю, к одним учителя. А я задался другим вопросом. Требовать моральную компенсацию может любой гражданин в рамках судебного производства. Ты оскорблен, ты идешь в суд и требуешь себе какую-то компенсацию. О каком праве идет речь в данном случае? Что такое за законопроект? И какие дополнительные права он отделяет учителей? Я подозреваю, что его нужно прочитать, чтобы понять. Вот, очевидно, что имеется в виду, как я предполагаю, очевидно, и я предполагаю, смешал тоже в кучу коней людей. Возможно, речь идет о инструменте противостояния педагога с администрацией учебного заведения, которая идет на поводу родителей, не желая отстаивать честь своего же коллеги. И вот, ну, еще раз говорю, нужно прочитать. Ну, то есть пока что-то выглядит вот так, да? У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Вадим. Приятно, когда узнаете. Я знаю эту тему как бы тоже точно так же. У меня с мамой в управлении образования много лет проработано. То есть мне тема достаточно близка и понятно, что тут происходит. И так далее. Я считаю, вот, мое мнение как обывателя, оно очень простое. Если ребенка отдаете в школу, вы должны доверять. И в первую очередь преподавателю. То есть вы отдали, чтобы вас учили, чтобы ваш ребенок учился. Если вы не доверяете, то есть вы приходите и расскажите, что он делает, учитель, что-то не так, это не так, это... Вы тогда зачем вообще туда ходите? Учите дома, есть такое право. Вообще не понимаю, при чем 10, если честно. Ну, вот, вот скажите мне тогда. Вот если вы отдали ребенка учить, вы считаете о том, что преподаватель там учит, учите? Ну, конечно. Да, то есть вы как бы полностью считаете о том, что вы как бы доверяете своего ребенка, процесс обучения, и в том числе и в какой-то мере воспитания, вы доверяете, соответственно, этому преподавателю. Если вы приходите и рассказываете, что учитель там плохой, еще такой, там делать не так, вы тогда зачем туда водите? Вот что я имею в виду. Основная масса родителей считает о том, что учитель, он не прав. Вы знаете, я учился в школе когда, это было давно, вот, и была другая крайность. Родители всегда говорили, учитель прав, вот, ты приходишь, жалуешься, и тебе говорят, это учитель, учитель прав, вот, и верили тому, что, говорит, учитель, не тому, что говоришь ты. Вот сейчас ситуация развернулась на 180 градусов, люди верят своим детям, стремятся их защитить, как им кажется, от несправедливого отношения в школе. Я вас слушаю, у меня такое ощущение, что вы годами в школу не ходили, друзья. Ну, Оль, у нас, ты у нас ближе всех к этим чатам. Да, да, мы вас слушаем, говорите. Вы понимаете, вот, я просто вспомнил, вот, мне мама рассказывала, когда вот 90-й год только начался, вот, я просто узнал корни, так сказать, откуда все это взялось. И, говорит, их собрали на общий, так сказать, педсовет и сказали, что нужно защищать детей. И, вот, они сидят, вот, преподаватели такие, со стажем, вот, она, это, мне мама приходит, рассказывает, говорит, а вот, встает такая старая учительница, и скажите, а вы можете сказать, от кого? То есть, вот, этот вопрос, вот, эта, вот, защита детей, когда, вот, она встала, вот, на самом первом, так сказать, этом, задается, мы, мы чем занимаемся в школе, понимаете? Вот, вот, это самое, мы, если мы детей обучаем, в первую очередь, жизни надо, вот, я считаю, мое мнение, образование, это, в первую очередь, подготовка ребенка к жизни, а не в талдыщивание, у него какие-то бесполезные формы, которые, возможно, в жизни им пригодятся. Там, так сказать, это надо тоже, тут надо вопрос сепарации и так далее. То есть, кого-то кто-то хочет этому учиться, кто-то не хочет этому учиться. А плюс тому, что то, что сейчас, вот, мы с чего начали, с затаски, вот, так сказать, товарищи, которые вообще чуждая среда, чуждая, они даже, вот, так скажем, по-русски не говорят, их не надо. Вадим, вы все мешаете в такую кучу. Все вместе, и начали мешать с самого начала, когда, вот, на фразе, мы отдаем, чтобы школа учила и воспитывала, все, можно ставить точку. Друзья, запомните, один раз и навсегда, да, вот, все и каждый, кто меня слышит, и пусть эти слова звучат жестоко, воспитывать ребенка надо в семье. Школа его учит, ребенка приводят в школу не на второй день жизни. Извините, все дети туда попадают с возраста 6-7 лет. Что делают родители до этого момента? Они воспитывают своего ребенка, понимаете? Воспитание, воспитание это в семье. Вот у вас ребенок в животе образовался, поверьте, вот, с того момента, сначала, до его рождения, нужно воспитывать себя и учиться быть родителем, а потом воспитывать своих детей. Это я вам говорю и как мама, и как учитель по одному из своих образований, как учитель действующий, который в школе был. Все, этот вопрос для меня, по крайней мере, закрыт. Дальше. Простите, все, вот теперь покраснете, когда говорите с учителем. Спасибо вам за звонок. Присоединяется к нам наш слушатель из Москвы, передает привет и пишет, сейчас случилась эпоха гиперопеки детей, это не очень хорошо. Соглашусь с этим тоже. Но, друзья, давайте понимать, что когда, и Вадим тоже отчасти прав, действительно у родителей нынешних учеников упал авторитет учителя. Это факт. Именно поэтому первая часть вот этой потрясающей идеи, которую никто не понял, о чем идет речь, привожу простой пример. Не буду называть номер школы и класс. Одна из мурманских школ, выпускной класс. До выпускного остается буквально полтора месяца. Старший выпускной класс берет, закачивает фотографии своего классного преподавателя. Нормальные фотографии социальной сети, не там, где она на пляже, а обыкновенные нормальные фотографии. И делает клип, пишет песню с уничижительным смыслом, где они ее вообще видели, что они там с ней делали, и на какой части тела они ее предмет вертели. И все вот это они выкладывают в ту же самую социальную сеть. Классно? Не особо. Учитель в шоке. Родители кричат, нет, это не наши диточки. Диточки сами сознаются, что да, это мы, а тем временем до выпускного остается все меньше и меньше и меньше, понимаешь? А это классный руководитель, который вел минимум пять лет этих детей. И действительно, действительно ты привыкаешь к этим детям. Даже я, расставаясь со школой, со своими учениками, я переживала за них, как же они там мои бедные, любимые, родненьки. А в этой ситуации чем закончилось? А в этой ситуации не закончилось ничем, кроме извинений. Но мне кажется, таких ситуаций очень-очень-очень много. И все эти дети сбиваются в школьные чаты, они также закачивают эти фотографии, они также там пририсовывают, приписывают и также размещают. И вот в этих случаях, конечно, учитель имеет право требовать действительно компенсацию морального вреда. И вот здесь учителей тоже надо защищать, потому что они оказались в этой ситуации очень... Ну вот смотри, вот у меня этот вопрос просто возник еще с самого начала, когда я прочитал эту новость. Вот мы с Петром предположили, что в случае, когда учителя как-то незаконно отстраняют от работы, потому что посчитали, что... Потому что фотографии какие-то с пляжа лежат. Да, с пляжа. Тут ты идешь моральную компенсацию с администрацией трясти, она тебе как бы по закону должна быть положена. В таком случае ты что делаешь? Родителям. У любого ученика есть родители. Да, так это же обычное гражданское судопроизводство. Конечно. Не требующее никакого законопроекта. А ты знаешь хоть один прецедент в нашей юридической практике, когда хоть один учитель подал хоть один иск? Было? Нет, ну давайте. Я думаю, что мы сейчас не готовы. А я вот таких исков не знаю. Беда в том, что когда у тебя есть законопроект, который тебя наделяет каким-то вот этим мифическим правом требовать моральную компенсацию, но опять же компенсацию, он не гарантирует тебе, что ты ее получишь. Потому что скорее всего это опять будет суд. Вряд ли там будет тарифная сетка, да, вот тебе 10 матьюков, 5000 рублей. Это в любом случае только через суд. Мы же в правовом государстве живем. Но мне кажется, что это должно работать так. Все вот эти моменты должны быть законодательно прописаны. Это должно приравниваться к уже существующим статьям Уголовного кодекса, к тем же самым там 119 и все остальное. И вот так это должно работать. Мы не видели тело самого этого законопроекта, но посмотреть его будет интересно. А ты знаешь, как чудесно, у нас в школах запретили пользоваться мобильными телефонами. А как доказывать, кто кого оскорбил, кто первый начал? Ты знаешь, я была на паре лекций банально вот давеча, когда в самом начале сентября я попала в старшие классы, и они видят, что перед ними не учитель, там вот эти лекции. Я очень спокойно прошу, пожалуйста, положите свои мобильные телефоны вот сюда на стол. На 20 минут. Ты думаешь, кто-то положил? Мне пришлось трижды повторить, чтобы они просто отдали мобильники. Да, запретили, но все равно пользуются. Это раз. Во-вторых, ты тоже, видимо, давно ходил в школу. Давненько. Во многих школах, пока не во всех, есть в классах видеонаблюдение. Как раз с этой целью. Да, это, кстати, великая вещь. А по поводу того, извините, по поводу того, что ты сказал, зачем нужен отдельный закон о защите чести и достоинства учителей, если у нас, типа, любой гражданин обладает честью и достоинством, и государство должно их защищать. А у нас есть отдельные законы о... Оскорблении медицинских сотрудников. Оскорблении медицинских сотрудников. Так точно. О нападении на правоохранителей. Они все тоже граждане Российской Федерации. Но законодательство их защищает в отдельном порядке. Госслужащих в отдельном порядке. Тоже закон прописан. Ну, скоро вот еще много профессий, не охваченных такими специальными законами. Ну, такова вот жизнь, понимаете, что просто закона. Недостаточно. Недостаточно. Но это результат халатного воспитания родителями собственных детей. Вот, собственно, и все. На этой твердой и четкой ноте мы отправляемся на рекламу на большом радио. Несите огнетушитель. Сегодня день пожароопасных новостей каких-то. Вот последний молодой человек сказал, что хотелось бы увидеть поменьше мусора на улицах родного города. Да, и вот следующая новость, мне кажется, прям отлично продолжает данное пожелание. Правда, не про Мурманск она, но, как знать, может быть, дойдет и до нас. 900 предложений поступило в так называемый собачий закон для Петербурга. Собственно, местное ЗАГС собрание готово к принятию одного из самых сложных законопроектов 2024 года о дополнительных требованиях к содержанию собак в северной столице. В первом чтении его планируют рассмотреть на следующем заседании парламента уже 9 октября. Потом начнется самое интересное, это рассмотрение поправок, которые собирали от жителей до 1 сентября, а потом еще месяц систематизировали. Самое популярное, собственно, пожелание касается нахождения в общественных местах с собакой в наморднике и на поводке. Правда, пока в петербургском законе эти составляющие идут через и-или, что позволяет варьировать средства сдерживания животного. И вот как раз-таки это или планируют удалить из документа. Для наборника пока остается критерий высоты собаки в холке больше 40 сантиметров, хотя всеми уже признано, что он субъективный. Далее цитата. Мы думали о разных других критериях, например, о породе или о весе, но представляя, как это должно быть отражено в законе и на практике, пришли к выводу, что критерий по высоте в холке самый лучший, да и привычный. Одно из мнений по этому вопросу еще проще. Не надо никаких критерий в собаке в общественных местах, кроме специальных, предназначенных для выгула и дрессировки. Должны быть намордники всегда и везде, кроме собственно этих мест. Даже мопсы в специально для них разработанных масочках для краткомордных пород. Не только из опасения агрессии животных, но и из-за риска съесть на улице что-то вредное для здоровья и даже жизни. Не надо носить намордники, только щенкам до полугода считают законодатели. Бурное обсуждение вызвал вопрос, наказывать ли хозяев за нарушение их питомцами тишины и покоя в ночное время, ведь иногда лай и вой просто невыносимы, особенно по ночам. Но законодатели решили, что животное не приемник и не телевизор, кнопки включить-выключить у нее нет и ласка ее порой не успокоить. Кроме того, собаки просто так обычно не лают и не воют. Они реагируют либо на внешние раздражители, либо на одиночество. Спорными оказались и популярные предложения полярного свойства. Одни хотят полностью запретить хозяевам ходить в магазины и общепить с питомцами, другие полностью разрешить. Если для культурных, спортивных учреждений и массовых мероприятий, в том числе во время городских праздников, решено запретить присутствие собак, то общепиты и магазины хотят оставить на усмотрение самих заведений. Несколько инициатив могли бы показаться разумными, если бы не из-за последствий. Например, о том, что все владельцы должны проходить кинологические курсы и потом сдавать на собачьи права. Или идеи обязательной страховки гражданской ответственности владельцы животного, что-то вроде собачьего осаго. Также от вина наморника для животного, которое пришло в специальные курсы послушания. Проблема одна. Такие нововведения могли бы привести к разгулу коррупции. Невероятный закон. На мой взгляд, чем бы еще заняться? Я вот только хотела спросить, в Питере вообще других проблем нет? Ну, серьезно? Понимаете, дело в том, что собака не может подать на депутата искренно. Поэтому безопаснее собаками заниматься. Тут вот такое, наворотили такую кучу куру всего. Большой закон, много поправок. Извините, вот то, что обратило на себя внимание сразу. Вот ночной шум от собак. Действительно невыносимо. Но ни телевизор не выключишь. Ибо они воют. Есть причина. От одиночества. Так извините меня. Вот я вспоминаю сразу, когда я жил с родителями, над нами жил Юрий Алексеевич Евдокимов. Тогда еще не губернатор. У него выла собака? У него был резиденционный аустро. Ой, они классные. Они все... Классная собака, спору нет. Они все уходили, кто на работу, кто на учебу. И пес оставался один. Он выл, не переставая. А у нас лежала парализованная бабушка. Слава богу, она была глуховата. Но вот когда он где-то с 9 до 17 воет, просто не прекращает. Невозможно. Совершенно невозможно. Ну, понимаете, то есть... Ответственность разве здесь не должна существовать? Понимаете, одно дело, когда собака там слышит, как кто-то ходит за дверью и поэтому лает. Это все законно понятно. Но когда она воет одиночество, так почему собака у вас без присмотра? Во-первых, мне формулировка, если собака воет из-за того, что кто-то прошел за дверью, то законно мне немножко как бы сомнительно. Есть, опять же, закон об охране покоя граждан. Есть определенные там нормативы того, что считается шумным, что не шумным. За что тебя будут штрафовать, за что тебя не будут штрафовать. Воет собака. И неважно, опять же, воет собака, шумит телевизор. Нет, она не воет, она гавкает, когда слышит чужого за дверью. Она гавкает. И шумит. Это естественная реакция животного. Тут уж реально никак. Это охранная функция собаки. Она встроена в нее. Ради бога, платишь штраф. Ты же завел собаку, ты же понимал, какой она дискомфорт может доставлять окружающим. Вызывается полиция, вот собака. И так каждый раз. Нет, подождите. Ждем? Времени много? Это уже какие-то перегибы. Одно дело, нарушение режима тишины, это когда ты берешь дрель, я не знаю, в 10 вечера или в выходной день. Я просто сейчас не очень хорошо помню эту информацию, со скольки до скольки можно. По-моему, выходные вообще не разрешены. То есть шум, который воспроизводит человек сам, окей, не вопрос, понятно, за что здесь штраф. Ты берешь животное. Ты не можешь фактически заставить это животное молчать, если это животное маленькое. Сначала они скучают по своей стае, они скулят, плачут, потом они боятся темноты, потом они растут. Не поверите, но у собак тоже есть нервная система, мозг, они тоже реагируют на все, что происходит вокруг. Они могут выйти, гавкать, плакать, скулить и все далее по тексту. Это ровно как дети маленькие. Оля, ключевые слова. Собака, ты берешь собаку. Вы берете, а я не беру, а я живу за стенкой от вас. Я не брал собаку, но развлекаете меня вы. Я договорю. И любой нормальный, адекватный, ответственный собаковод, да простят меня слушатели за это слово, как-то занимается и коннектится с своей собакой, общается с ней, чтобы ей было полегче вообще в этом мире присутствовать. Ключевое слово нормальный. Это тоже ответственность. Ну, послушайте, ну все, по большей части зависит от человека, вы не поверите, но собаки живут паттонами, они привыкают к одной и той же системе поведения. Ни одна собака в адеквате не будет гавкать и выть ночью, если она знает, что ее хозяин лег спать и никто не лезет в роман. Да, я ровно про это говорю, просто не теми словами, что это ответственность того, кто завел эту собаку. Если твоя собака воет, ты будешь платить каждый раз штраф. Да ты не будешь платить, если ты нормальный сосед, ты позвонишь в дверь и спросишь, ребят, что у вас случилось, у вас воет собака. У меня собака один раз влетела в комод так, что ко мне пришла соседка. Она сказала, Оль, вам нужна какая-то помощь? Там вой стоял. Так нет, ну вот случай Петра, да, собака с девяти до пяти воет не переставая. Так, а вы поднимались хоть раз к Юле Алексеевне? К кому, к собаке? Нет, не к собаке, а когда хозяева были дома, Юрий Алексеевич же когда-то возвращался с работы. И просто поговорить для начала, сказать, ну мешает, ну очень мешает. Ну у нас нет дома ответ, понимаете? Ну хорошо, у вас нет дома, но давайте мы как-то решим эту ситуацию, чтобы, потому что пока вас нет дома. Варианты решения такой ситуации. Варианты решения такие, если у нас не получается никакой компромисс, тогда, видимо, Петр, как, вы терпели? Я так понимаю, вы терпели, у вас не было варианта. Ну в вашем случае тогда, наверное, бы да, было, как говорит Максим, вы бы вызывали полицию. Приезжает такая полиция и говорит, извините, это собака, мы ничего не можем поделать. И дом никого нет. Так вот в случае принятия этого закона полиция не скажет, мы ничего не можем поделать. Я не знаю, но это тоже уже такое гонение на ведьм и охота на ведьм. А что с поводками и намордниками для мопсов, например? Ну, мое мнение сейчас опять будет жёстко. А я настаиваю, чтобы для Чихуахуа. А, кстати, для них есть. И той терьеров. Ну, микро-наморднички. У меня есть макрособака и микрособака, понимаете? На все случаи жизни. Да, на все случаи жизни. И вот та, которая Чихуахуа, я про неё рассказывала, да, это 2 килограмма абсолютного абьюза, агрессии и вообще просто ненависти к миру. Зачем? Что зачем? Зачем брала? Детя очень хотели. Маленькая, хорошенькая. Но она была маленькая щеночком добреньким. Я ж не знала, что они вырастают потом вот в этих мини-крокодилах. Ну вот ей бы шнурочек, конечно, завязывать. Я бы сама, вот ты же знаешь так. Но это жестокое обращение с животными. Нет, есть же намордники. Есть намордники, конечно. Да не так много воспитанная собака, ничего с улицы есть не будет. Ещё раз мы возвращаемся. Я не про есть, я про собаку, которая гавкает на прохожих. Максим, это бесполезный разговор, понимаете? Вы находитесь просто не вот через стеклянную стену, вы на разных планетах. Что хорошо, ты идёшь по улице, на тебя гавкнула собака. Как это тебя потрясло? У меня есть помимо Чихуахуа овчарка. Когда моя овчарка начинает гавкать на прохожих на улице, я ей говорю, иди ко мне, она подходит, и мы отходим от человека. У тебя воспитанная собака, ты, значит, ею занималась, она понимает, что гавкать нельзя. Я открою секрет. Любой собакой надо заниматься, любой кошкой надо заниматься, и любым ребёнком надо заниматься, если вдруг кто-то этого не слышал и не знал. И мы приходим всё к той же замечательной мысли, что человек, который заводит собаку, отвечает за эту собаку, и не объясняет любые её проступки тем, что это просто собака. И для неё это нормально. С этой стороны, да, но мне кажется, что принимать вот эти вот штрафные санкции на законодательном уровне, ну, это уже какой-то перебор, друзья. Ну, это прям реально какой-то перебор. Максим, давайте я попробую подвести итог. Разговаривать с собачниками бессмысленно. Да нет, я сам кошатник. Ну, собачник и кошатник — это разное полюса. Вы свою собаку любите? Нет, я её не люблю. Просто окармлю, терплю, к ветеринару божжу. Вы свою собаку любите примерно так же, как своих детей. А для меня разница между человеком и собакой ощутимая и существенная. Знаете, у меня тоже есть разница между человеком и собакой. И удивительно, как и из моих логичных фраз вы подвели вообще к любви. Но если уж мы об этом заговорили, некоторые собаки ведут себя спокойнее некоторых людей. Когда говоришь собаке ко мне, она идёт ко мне. Когда подходит незнакомая мама с незнакомым ребёнком погладить твою собачку, а ты говоришь, не надо, некоторые мамы с некоторыми детьми всё равно лезут к этой собачке. Знаете, зачем? Вот архетипичные высказывания. Я вспоминаю свою коллегу-журналистку, которая мне на полном серьёзе заявила, что собаки лучше, чем люди, и у собак должно быть больше права. Я не сказала лучше. Такие тоже существуют. Всё впереди. Всё скажете. Вполне возможно. Вот именно поэтому 900 предложений к закону, а компромисса нет. А компромисса нет, это не факт, что будет. 900 предложений, тут интересно бы узнать, сколько из них от ненавистников собак, и сколько от собачников. И как они, знаете, минус на минус даёт плюс. То, что, конечно, разделить нужно, я согласна. Действительно, если бы были отдельные территории, где можно гулять, мы обсуждали это в эфире. Я же честно говорю, на мой взгляд, территории, где ты можешь открыто гулять со своими собаками, чтобы никому не мешать, их категорически мало. Не дрессировать и заниматься какими-то командами, а просто гулять. Ну, действительно, негативно. А так бы мы вообще никому не мешаем. Но не приспособлен наш город для вот этого количества собак. Просто не приспособлен. Да даже не наш, я боюсь. И дома наши не приспособлены. Вот особенно большие породы собак, они должны жить в загородном доме, на выгуле, на хорошем, вот. И если собака лает, то она лает вот на участке, а не тебе в розетку. Ну, вы же понимаете, что мы не можем всех собак и всех собачников переселить на частные участки. Знаете, где по большей части живут эти собаки? На улице без присмотра или в нашем приюте? Я боюсь, что мы вот с этой историей про территории для выгула и неприспособленность нашего города упираемся в гораздо более какую-то глобальную историю про вообще наши всероссийские города. Города вообще не приспособлены для собак. Они порой даже для людей не приспособлены. У нас детских площадок не ставят, парковки делают. Но мы в состоянии не лаять ночью, когда нам одиноко. Ой, я вас умоляю. Ну, вы узнаете, да, соседи порой бывают тоже очень своеобразные. Я вас умоляю, там еще неизвестно, от чего они будут, от одиночества или от празднования. Юху такое у меня там над головой происходит, что мам, не горюй. Хотите как-нибудь вместе погулять? Это выгулять твою собаку предлагаешь? Нет, это я про соседей, которые у меня всегда сверху веселятся. Соседи, вам привет, я знаю, что вы у нас слушаете. И Оля посмотрела многозначительно наверх, что там за соседи у нас, да, находятся. Сейчас она нам споет, а и вы там наверху. Да, это обязательно можно будет сделать за пределами нашего сегодняшнего. Посмотрим, как это будет. А знаете, что самое удивительное для меня? Что вот именно этот законопроект пока рассматривает Питер по тому, как вести себя с собаками в Питере. Там отдельная зона Российской Федерации. У нас есть звонок? Нет, у нас есть реклама о большом радио. Чтобы были все счастливы, какое отличное пожелание на день рождения города Мурманска. Но мы продолжаем обсуждать новости. Уж не знаю, сделать ли они кого-то счастливыми или нет. Вот папа римский Франциск вел семь новых грехов, включая грех против мигрантов. Я бы сказал, что неаккуратно сформулирован заголовок. Он не ввел все-таки грехи эти. Он их стигматизировал, я бы сказал. В ходе покаянной молитвы в Риме римский папа Франциск представил семь новых грехов, которые официально будут включены в учения Римско-католической церкви. Об этом пишет издание накануне.ру. Среди новых грехов, оглашенных семью кардиналами, значатся грехи против женщин, семьи и молодежи, грехи против соборности и грехи против творения коренных народов и мигрантов. Как обличает источник, ведение греха против мигрантов говорит о приверженности папы Франциска гуманитарным ценностям и защите прав беженцев. Некоторые эксперты связывают новые грехи со стремлением Ватикана адаптировать учения церкви к современным реалиям и вызовам, в частности, к климатическим изменениям, социальному неравенству и миграционному кризису. Особого внимания заслуживает грех против соборности. По мнению экспертов, это понятие призвано укрепить диалог и сотрудничество между различными ветвями христианства, в том числе с православным миром. Я вообще не понял ничего из этой новости, но очень интересно. В частности, что такое грех против женщин? А грех против молодежи вас не смущает? Нет, молодежь молодежью, вот как... Слава богу, я не католик. Но вполне возможно, вы грешили против женщин. Вот что такое грешить против женщин? Это вступить с ней в адюльтер, либо отказать ей в интимной близости. Я бы хотел какой-то четкости и определенности. Да, еще раз повторюсь, я не католик, но на всякий случай знаете, как оно сложится. Ну, надо почитать, наверное, учение, что там оно, как оно сформулировано. Возможно, речь идет о действительно каком-то насилии в отношении женщин, соблюдении их, ненарушении их прав, да, равноправии в нашем современном мире, где все еще все-таки остаются подобные вещи, как мне кажется. Знаете, вот тут нельзя не процитировать анекдот. А что, старый способ уже отменили? Там же все же было на скрижалях записано. Моисею на горе Сионской, по-моему, вот, насколько я помню, явил Господь 10 заповедей. Что еще-то? Что за модернизм? Ну, достаточно. Ну, вот модернизм, да, вот, как говорят. Скоро Папа Римский будет с балкона выступать с проповедью Граду и Миру. В виде диск-жокея, диски виниловые, вот так вот, дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Вообще удивительно, конечно, потому что, ну, если мы вспомним, да, вот в Библии, вы правильно сказали, в Библии-то у нас только заповеди. Семь грехов-то, это же все-таки католическое, в православной-то нету этой истории. Как-то нету. Есть. Но она появилась позже. Изначально-то этого не было, насколько мы все это помним. Нет, просто мне всегда казалось, что Завет, да, Библия, это какой-то такой фундамент, который уже не должен никак меняться и не будет меняться. Это веками не менялось. Это говорит о том, что вы фундаменталист религиозный. Спасибо, что сказали, я просто до этой секунды, это я забуду. Слушайте, ну вот безотносительно данной новости, да, ну давно уже многие говорят, что... А где грехи против животных? Почему против мигрантов есть, против животных нет? Это следующее, следующее будет предложение. Потому что у мигрантов есть душа, а у животных... В смысле? А у животных... Так, мы животную тему обсуждали 20 минут, я засек, давайте эту точку там и оставим. Но все-таки... Это было оскорбление в публичном формате, между прочим. Вы можете подать на компенсацию морального. 119-я статья. Факт публичности уже подтвержден. Еще и в СМИ. А вы можете посмотреть этот уничижающий меня момент в прямой трансляции BigDeficeRadio.ru. Как ей нравится. Да. Безотносительно данной новости, давно уже говорят некоторые люди, что церковь, в общем-то, ну, скажем так, немножко отстала, да, от того темпа жизни. То есть это какое, а наше или обычное? Вообще, в целом, то есть это как система, да, все правильно. Вот, и как будто бы она нуждается в каком-то модернизме где-то что-то подкорректировать. Но я никак не думал, что корректировки будут связаны с добавлением новых грехов из серии. Где еще ты можешь оступиться, чтобы попасть куда-то не туда? Обложили. Обложили практически. А как быть тем, кто уже всю свою жизнь жил? В грехе. Да, соблюдая вот первые семь. Так мы рождаемся в грехе, опять же, если верить. Так вот, значит, мы жили, соблюдая первые семь, ну и, видимо, где-то вот... Не соблюдая. Соблюдать можно заповеди. Не нарушая первые семь. Спасибо, что я вот это... Не допуская в своей жизни. Я только новообращенный вот этот фундаменталист, как вы сказали. Я еще косячу по старости памяти. И вот, в общем, мы жили, не нарушая первые семь, но где-то уже косякнули и приступили. По-новому. Да, по-новому. Что нам теперь делать? Как вот... Покаяться, покаяться. Видимо, только так. Молитву и пост. Звучит обнадеживающе. Режиссер Ластерина Колец дал 10 миллионов долларов стартапу по воссозданию мамонтов. Я не знаю, будет ли новый потом грех введен за попытку воскресить то, что давно умерло. А ты зря смеешься, между прочим. Я не смеюсь, мне солько. Я смеюсь. Клонирование... Если исходить из того, что на всю божья воля... То мамонты не должны возвращаться на эту планету. Как и динозавры. Да. Очень жаль. Так хотелось. Режиссер... О динозаврах в этой новости нет ничего. Об этом я уже госпожа Христина и сообщил. Все еще очень жаль. Семь утра. Режиссер Ластерина Колец и Хоббита Питер Джексон вложил 10 миллионов долларов в биотехнологическую компанию Colossal Bioscience Incorporated, которая поставила свою цель воссоздать вымерших животных, передает Bloomberg. На самом деле мы не пытались привлечь большие капиталы. Больше капитала, но нам просто написало так много людей. А потом у нас появился Питер и еще несколько человек, которые были действительно в восторге от бизнеса, который, по нашему мнению, может быть стратегически полезным, сказал Bloomberg соучредитель и исполнительный директор компании Бен Лам. Публицист Джексон объяснил интересы режиссера к проекту его стремлением предотвратить вымирание видов в родной для него Новой Зеландии. Среди других знаменитостей инвесторов стартапа называют актрису Пэрис Хилтон. Лам и генетик из Гарвардского университета Джордж Чорч основали компанию в 2021 году. С того момента инвестиции в нее достигли 235 миллионов долларов. Собственно, стартап намерен возродить такие вымершие виды, как дронт и шерстистый мамонт. Заработать они хотят на продаже своих технологий генной инженерии. Ну кайф, ну кайф же. Звучит-то красиво, конечно, с точки зрения... Но мало реализовывается. Нет, я допускаю, что это будет реализовано. Они там, насколько я понимаю, берут генный материал мамонтов, которые можно взять из останков. Создать эмбрион, подсадить его... Слону. ...реальной индийской слонихе. Все-таки слонихе, а не слону. Что настолько происходит сегодня? Ну, пятница, что поделать. И слониха произойдет на свет то, что, по их мнению, будет мамонтом. Почему они так считают, что слониха может мамонт родить, я пока не знаю. Допускаю, что они тоже пока не знают. Понимаете, это просто такой пиар. Ну, пиар на 235 миллионов долларов, ничего себе. Это еще начало только. Это только стартап. Я подозреваю, смутно, что речь идет все-таки о гораздо более серьезных вещах. Которые прикрываются просто мамонтами. Да, но вот очень богатые люди хотят жить вечно. И они имеют больше, чем 235 миллионов долларов. Кто-то там себя завещает заморозить, через тысячу лет разморозить. А кто-то хочет свой клон вырастить. Было бы кому размораживать, мне кажется, спустя тысячу лет. Я в данном случае не про размораживание, а про выращивание собственного клона. А дальше? Против чего, опять же, Папа Римский сугубо против, как и, по-моему, все основные религии. Да. Не считая всех. Насколько я понимаю, выращивание клона не означает пересаживание туда всего своего сознания, мозга и всего прочего. То есть это все еще новый организм. Это пока. Понимаешь, это пока. Давайте для начала мы научимся выращивать физическое тело. А пока мы этому учимся, может быть, другие ребята научатся пересаживать туда личность человека. То есть мамонт, по вашему мнению, это просто красивая картинка, на деле будут выращивать какие-то другие живые организмы, которые есть у нас в реальности. Мамонт, они на нем мучатся. Так зачем так брать мертвого мамонта, когда можно взять что-то более понятное для нашего биологического мира? Так в этом-то прикол про Франкенштейна писали еще когда. В этом-то и суть. Взять то, что изначально не было живым. Общая ошибка. Кто такой Франкенштейн? Про монстр Франкенштейн. Да. Вы правы, да, про Монстр Франкенштейн. Когда я был неправ. Ха! Ха! Загибать пальцем. В этом и суть. Взять то, что изначально не живое, а живить и так, чтобы оно еще смогло дальше жить и развиваться. Так любой умерший кролик... Хотят встать вровень с Богом, понимаете? Нет. Когда ты кролика мертвого берешь там из-под воротни где-то, идешь такой, идешь, о том, хлоп и мертвый рот из кролика. А там, между прочим, вот это вот оживить мамонта, на всякий случай, это один из новых семи грехов. Грех против творения. Вот, кстати, я вообще не смешно. Я цитирую. На кролика тебе 10 миллионов долларов никто не даст. А если ты скажешь, слушайте, мы возрождаем историю. Есть вымирающие виды. Есть кого спасать. Но немало. А они могут столько принести в нашу экосистему. А мы можем еще всех остальных вымирающих также поднять с нуля. Вот тогда тебе прям заносят прям миллионы долларов. Возможно, герой следующей нашей новости мог бы воспользоваться когда-нибудь услугами данной компании по возрождению. Оглашены результаты вскрытия знаменитого кита-шпиона Хвалдимира. Норвежская полиция огласила результаты вскрытия кита-белухи, который в Владимире гуляет уже сколько лет. В норвежском языке, когда буква H, а за ней буква V, так вот H не читается. Это Валдимир, а не Хвалдимир. Они просто переставили две буквы, чтобы у нашего президента не было претензий. А теперь давай новость. Норвежская полиция огласила результаты вскрытия кита-белухи, который Владимир Хвалдимир, тут кому как больше нравится, которого называли русским шпионом. Об этом сообщает Франц Пресс. Тушу знаменитого кита нашли берегов Норвегии 31 августа. Защитные организации утверждали, что на его теле были видны пулевые отверстия. Норвежская полиция это отрицала. Согласно новому заявлению полиции, скорее всего, кита погубила бактериальная инфекция. Вскрытие показало, что во рту кита застряла палка длиной 35 сантиметров и толщиной 3 сантиметра. Раны, которые она причинила, могли стать причиной заражения. Палка также мешала киту есть, тем самым увеличивая риск инфекции. К такому заключению пришли судмедэксперты. Шпионом его называли, потому что, когда его первый раз засекли в норвежских водах, на нем было что-то вроде как сбруи, на которое было написано «Санкт-Петербург». Ну, она же не признается, насколько я понимаю. Она, ты пойми, она могла просто в воде болтаться, и он на нее, ну, самонадеялся. Самонадеянный Валдимир. Ну, тем не менее, в норвежских СМИ все еще именуют так называемым китом-шпионом. Ну, это же огромная страшная Россия за недостроенным забором. Естественно, кругом враги, кругом шпионы. А они там за всю улицу одни стоят. У них там две улицы всего. Как я уже говорил, 5 октября состоится торжественное празднование Дня города. На улице Ленинградской с 15 до 18 пройдет шоу мыльных пузырей, научное шоу, будут выступать мимы. Шоу мыльных пузырей со снегом и дождем. Мимы, акроваты, уличные музыканты, факиры, бармен-шоу, выставка автомобильной и танцевальной мастер-классы. В сквере на той же улице с 15 до 18 пройдет концертная программа от проекта «Мелодии» Мурманского лета. Выступят группы «Колотый лед», «Север Брас», «Арктик Бэнд». Также будет выставка картин, мастер-класс по рисованию, гончарная мастерская, чеканка, монет. Я пойду. Отлично. На улице Воровского с 4 по 6 октября работает ярмарка на севере «Вкусно». На площади 5 углов завтра с 11 до 18 пройдут легкоатлетический пробег для дешкалят. Турнир по фиджитал-футболу и лазертагу. Площадка «Родной двор», «Родной город». Площадка по робототехнике. На Семеновском озере 5 октября в 12 состоится заплыв в холодной воде на дистанции 108 метров. Чего не горячий? Я не пойду. Не пойдешь туда плавать. Ну, там, наверное, наши эти маржи знаменитые будут показывать шоу. В 13.30 там же на Семеновском озере состоится розыгрыш Кубка Мурманска по серфингу. Тоже интересно. Для серфинга нужны волны, насколько я знаю. Не рассказывай это людям. Не очень большие, наверное. На площади 5 углов с 18.30 также будут выступать акроваты на шестах и уручный театр «За углом из Москвы». На выступление солиста Мариинского театра Дмитрия Подражанца. Также запланировано выступление творческих коллективов Мурманской области. И состоится концерт группы «Добро». Знаете такую группу? Нет, вот «Колотый лед» Арктик Джазна, Арктик Бэнда, а это вот не знаю. Я никого не знаю. Ой, знаете, как классно «Колотый лед» поет. Ух! Пойте. Ну-ка на пойте. Простите, вспомнила свою молодость. 5 октября погоду Мурманской области будет определять активный циклон, который смещается через Кольский полуостров. По данным Мурманского гидрометцентра, завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Чудесно совершенно. Ветер западный и северо-западный умерены. Местами сильный. Температура воздуха составит в течение суток от нуля до плюс пяти градусов. Ну, в принципе, нормально, нормально. Да нормально, я еще раз повторю. Снег с мыльными пузырями – это фишка. Нигде такого нет, а у нас есть. Наш эфир, в котором есть все, подошел к концу. Для вас сегодня работали, смеялись, кричали, горели и тушили. Спорили Ольга Христинина. Придавались религиозному фундаментализму. Это был Петр Болочев, если вы не поняли. Алексей Марин был за режиссерским пультом. Я даже не попрощалась, я просто хохотала. Меня зовут Максим Жаравин. Всем хорошего настроения, всем пока.